В минувшие выходные верующие отпраздновали Сретение Господне, а в приходах Русской Православной Церкви и День Православной Молодежи. Сретение, или встреча в переводе с церковнославянского, это принесение младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм спустя 40 дней после рождения. В столице республики этот праздник отметили двумя большими событиями. В царево-какшайском Кремле прошли Сретенские забавы, а в Православном Центре впервые в истории Ешкарлинской епархии состоялся Сретенский Молодежный Бал. Как только благословение от архиепископа Ешкарлинского и Марийского Иоанна на проведение Большого Православного Бала было получено, весть о нем разлетелась по приходам всей республики. И началась подготовка. Два с половиной месяца желающие еженедельно посещали репетиции, читали историческую литературу, изучали этикет, продумывали детали туалета. В праздничный день на бал съехалось около сотни человек из разных концов региона – Сернура, Советского, Волжска и Ешкаролы. Для меня бал оценил тем, что молодые люди не просто придут в красивых платьях, нарядах, не просто они с удовольствием придут эти 3-4 часа, но для меня были ценные репетиции. Я иногда приходил, присутствовал на репетициях и виделась, какая радость, какое удовольствие от общения, какая легкая, непрерывная атмосфера от общения между молодыми людьми. Исторические балы становятся все более популярными. Так, недавно на базе Марийского госуниверситета отгремел Истриловский бал. Зима – время года традиционное для этого мероприятия, утверждает распорядитель бала Людмила Овчинникова. Вместе с подругой Екатериной они занимаются организацией таких мероприятий около пяти лет и учат не только тому, как пережить четырехчасовой марафон из двух десятков классических танцев, но и как получить от этого удовольствие. Мы решаем все вопросы на балу от того, что кто-то грустит, ему не досталось. Кавалера мы должны поспособствовать, чтобы у нас не скучали люди. Да, объявления танцев, объявления номеров. Мы следим за фуршетом, мы следим за тем, чтобы гости были довольны, веселы, счастливы, чтобы у всех все было хорошо. Мы не только танцам людей учили еще и как правильно себя вести на балу, как кавалер должен пригласить даму, чтобы дама ему не отказала, чтобы даме было приятно, чтобы кавалер получил удовольствие. Это балы всегда не только для танцев, в основном это для общения. Вечернее платье, классическая прическа, аксессуары в виде сумочки, веера и перчаток. К созданию образа Марина Шевчук, частая гостья подобных балов, подходит так же серьезно, как к разучиванию танцев. Иначе нельзя, ведь ошибка одного танцора может сказаться на красоте всего рисунка. 20 секунд на то, чтобы вспомнить объявленный танец, поэтому все схемы нужно держать в голове. За три часа гости исполнили 19 танцев из разных эпох. Мечта была с детства попасть на бал, ну как все любят сказку, «Золушки». Ну вот, мечта таким образом сбылась. Есть очень красивые отношения, красивые люди. И даже те, кто в обычной жизни ведут себя по-другому, здесь стараются соответствовать обстановке. Бал, как площадка для знакомства молодежи, сегодня, конечно, не так актуален, как в прежние времена. Но для тех, кто уже обрел свою половинку, старинные танцы могут стать общим увлечением. В семье Дмитрия и Надежды Москвичевых интерес к балам начался с Истриловского, на который пригласил друг. Увлекшись подготовкой, они репетировали вальсы и кадрили не только дома, показывая пример детям, но даже на троллейбусных остановках после работы. Даже я, человек, который ни разу не танцевал, не знал, что такое возможно в наше время. Я смог. Давалось очень тяжело, но после первого балла я почувствовал себя сантиметров на пять, я подрос. Правила этикета, литература, наряды, костюмы. Где я еще в наше время могу одеться красиво, элегантно, увидеть столько шикарных девушек, женщин в таких платьях. То есть это для меня что-то такое, открытие новое. Никогда так серьезно не относились к подбору и выбору вообще одежды, подготовке образов. То есть просто накинуть тут не получится, тут надо что-то такое особенное, интересное, чтобы удивить публику, потому что мы идем на бал, мы не на рынок идем. Поэтому отношение совершенно другое к своему внешнему виду. И озираясь, смотришь на других дам и кавалеров, это уже такое вау, а посмотри, у нее какие перья или что-то подобное. Ну, в общем, очень интересно. Помимо эстетической составляющей, балы в первую очередь призваны возродить утерянную в современном обществе культуру уважительного, почтительного отношения между мужчиной и женщиной, повысить женскую самоценность и мужскую значимость. А все, посетившие в эти выходные православный центр Ешкаралы, ушли с надеждой, что Сретенский бал станет традиционным.